Железная логика Суть не в том, что это главный праздник в году А суть в том, что это поворотный момент истории Точнее, на мой взгляд, это ключевой момент истории Человечества, вокруг которого, по большому счету Все, собственно говоря, и крутится А все остальное, если честно, второстепенно Потому что этот мир что только не видел За свою историю История мира История России Хотя она не такая долгая, как история мира Но тем не менее Каких только поворотов она не видела Она и по большому счету все эти повороты В той или иной степени друг друга повторяют А в итоге главным остается именно то, что происходит На таком мистическом уровне Война добра и зла И, на мой взгляд, исторически Россия находится на правильной стороне И ее православное христианство Это в первую очередь И является ее главным достоинством Все остальное тоже важно Но уже постоку-поскоку Поэтому поздравляю всех православных христиан С этим праздником Светлого Христового Воскресения Ну и я думаю, что вот под этим Под этим, так сказать Под этим знаком, как бы Да, мы и будем дальше жить Тем более, что вот эта неделя Вообще, например, до революции Это была неделя выходных дней Это была светлая, так сказать Седмица, что называется Все эти дни были выходными И, кстати, вот в эти дни Кто не в курсе Например, кто если не смог пойти Ночью на богослужение Вот я на всякий случай сообщаю Что в эти дни Каждое утро Повторяется пасхальное богослужение Вот ровно такое Которое было в ночь, так сказать На Пасху Но только оно Утром, но в разных храмах По-разному, так сказать Где-то там чуть раньше Где-то чуть позже Где-то там в 7-8 утра Где-то в 10 Но, в принципе, вот каждый день Вот всю эту неделю Там, значит Вот это пасхальное богослужение С крестным ходом Вокруг храма, да И со всем тем, что полагается Есть еще одна хорошая традиция На эту неделю Ну, по крайней мере, так должно быть Я не знаю, во всех ли это храмах Но во многих, в большинстве Да, на колокольню Позволяют подниматься всем желающим И звонить в колокола Даже если ты вообще Делать этого не умеешь Поэтому, ну, обычно детей запускают Но, в принципе, позволяется всем, да Так что, вот такие дела Ну, и вот еще раз повторю Что до революционной России, например Вся эта неделя была Выходными днями Поэтому вот так вот с праздником Ну, и дальше что-то сказать Дальше начинаем передачу Хотел спросить еще А много ли было в этот раз людей на службу Да навалом людей было Просто, так сказать, не пробиться Если честно Причем я вот Обычно езжу в такие маленькие храмы Да, как бы Ну, у меня разные знакомые Как бы, да И родственники Ходят в самые, так сказать, разные храмы И в большие и маленькие Вот Людей, как обычно, навалом Особенно в Москве Надо сказать, что в этих храмах Всегда, так сказать, не пробиться Есть, правда, храмы такие Которые в центре В тех районах, где уже народу Все меньше и меньше живет Где там всякие офисы Но и там довольно много Всегда А, как известно На Пасху приходит большое количество людей Которые вообще там два раза в год в храм ходят Как обычно На Рождество и на Пасху На Рождество, так сказать Там за водичкой И на Пасху Для освящения куличей Ну, можно их как бы Над ними посмеяться С одной стороны С другой стороны Но это тоже Это лучше, чем ничего Это лучше, чем ничего Это, может быть, первый шаг, так сказать Человека к тому Чтобы начать о чем-то задумываться Да Вот Ну и еще есть такая штука Возрожденная некоторое время назад Тоже на Пасху Люди принимают причастие И довольно Довольно, так сказать Много людей Которые тоже раз в году Или два раза в году ходят Поэтому они приходят Именно на этот день Как бы, да Вот И обычно как раз На Пасху Причастников Там, ну, в разы больше Чем обычно А на следующие дни Вот Вот в эти дни Там на этих службах Тоже Есть Причастие И это Причастие Может быть Без Без исповеди Вот Поэтому приходит Вообще, так сказать Много людей Которые на исповедь Боятся ходить Так сказать Или они не привыкли Или им это Очень так Для них это так Ну, необычно Они еще не готовы К этому Поэтому они просто Приходят принять Причастие Вот Им так проще Но может быть А у нас же, кстати Для того, чтобы начать Исповедь не проводится Вот так вот Как у католиков В будке Там Специально Нет Исповеди Бывают Да у нас даже Бывали, так сказать В прошлые века Такие Примеры Коллективные исповеди Ну, вернее, как Публичные Да Это, например, Иоанн Кронштадтский Святой проводил Такие исповеди Когда-то, так сказать Там в его общине Непосредственно Человек вообще Исповедовался Сразу перед всеми Но это, конечно Для людей Очень сильных духом А вот Да А вот А так, да На исповедь Проходит очно Но все равно Как бы ее пытаются Делать максимально тайно И у нас нет никаких будок Потому что вот эти Все эти кабинки Я Мне это тоже Непонятно, честно говоря Все эти кабинки Вот Но у нас Как бы Человек подходит Как бы И разговаривает Только со священником Причем это обычно Делается так Чтобы В общем Никто не слышал Потому что тайну исповеди Никто не отменял Но В русской православной церкви Исповедь и причастие Они как бы Соединены вместе Хотя Канонически Они вовсе Не обязательно Чтобы они были вместе Но в русской православной церкви Это так Вот В том числе По той причине Что Для тех Кто редко ходит Это важно И потом Опять же К таинству причастия Надо подходить Достойно Но При всем при этом Вот в эту Конкретную неделю Можно Подходить без исповеди И причащаться Потому что Евхаристия И причастие Святых Христовых Тайн Является главным Таинством Церкви Христовой Вообще В любом случае Но Правда На западе В западной церкви Произошел Такой определенный перекос Когда Для них Рождество Стало важнее Пасхе Ну по крайней мере Они отмечают его С большим С большим Размахом И в общем В этом тоже есть Такие богословские Смысла Потому что Получается Для западного человека Рождество телом Является важнее Чем воскресение духом Хотя на самом деле Конечно Христианство Как и вообще Практически все Религии А уж монотеистически Однозначно Это про посмертную Участь души А не про то Что с тобой Происходит здесь То что происходит здесь Это как бы подготовка К тому что будет Происходить там Вот Но вот Например Скажем там На западе Пасху справляют Гораздо скромнее Чем у нас Но при этом Очень много Вокруг Рождества Там всевозможных Всевозможных Вот так сказать Праздников Вот у нас Рождество Справляют Скромнее Как бы да А главный Главный праздник Это воскресение Потому что воскресение Христовом Собственно говоря Из мертвых И есть собственно говоря Вся вот эта Вся если хотите Тайна и интрига Христианства Да То есть Грубо говоря Важно не рождение телом Ну вернее Это тоже важно Да Вот А важно так сказать Что же будет с духом Как бы да После После так сказать Смерти Вот собственно говоря Такие вот дела Вступительные Вступительные Сергей Александрович И наверное К таким более мирским темам Ну да К более мирским темам Например подписывайтесь На телеграм-канал Сергей Михеев Вот Единственный телеграм-канал К которому я имею отношение В общем тема довольно мирская Но подписываться Как бы да Советую В том числе потому что Ну я там стал размещать Тоже практически все эфиры Раньше этого не делал Вот Ютуб-канал Сергей Михеев Да Там уже больше 750 тысяч подписчиков Но вот на этой неделе Он заблокирован Как бы да Мы обновлять ничего не можем Поэтому советую вам Как бы переползать потихоньку На Ротюб-канал Сергей Михеев Там уже 30 тысяч подписчиков Почему? Потому что перспективы С Ютубом довольно туманные Вот Я думаю что перспективы С Ютубом такие Скорее негативные Чем позитивные Поэтому переползайте Потихоньку туда Вот Но вот собственно говоря Такие дела Да Ну и начинаем Так сказать Эту передачу нашу По поводу По поводу нашей военной операции Это вот слушайте Нам всякие разные Так сказать Донесения Министерства обороны Хотя Вот меня лично Больше всего Как бы впечатлило Например скажем За прошедшие дни Вот То что Практически без боя Как бы мы Заняли огромный склад Вооружений в Балаклее Да Вот в Харьковской области Там несколько тысяч тонн Боеприпасов Которые собственно говоря Должны были быть использованы Как раз вот этой Донецкой группировкой ВСУ Вот Теперь они будут использованы Российской армии Что упростит логистику Да Так сказать Не надо будет везти издалека А вот они уже здесь Потому что у нас один тип оружия Это в основном советские Да Советские Там Ну вот по кадрам Как бы это снаряды Это ракеты для систем То сказать град Как бы да Это патроны Как бы да И это мины И все остальное Правда там показали Что есть Значит И американское вооружение В частности Мины Малого калибра Которые вот Использовали Как раз вот В предыдущие 8 лет Потому что они как бы Ну как бы что называется Не входили По калибрам Были меньше Чем те которые были запрещены Значит соглашениями Минскими соглашениями Два Ну в общем все это Будет использовано Единственное что Да Потом Кременчугский завод НПЗ Как бы размолотили Дополнительно Потому что вот я слышал Что именно с Кременчугского завода Все таки все равно Там эту солярку Производили Как бы и поставляли Да Вот есть еще Так сказать Там ну там масса Как бы ударов Вот единственное что Я хочу добавить Я раньше говорил Мне кажется все равно Не хватает у нас Вот Недостаточно Эффективным является Информационное освещение Вот все равно В основном Концентрируемся Так сказать На каких-то вот Обсуждение новостей Оттуда Вот А здесь вот там Ну вот вышел Коношенков При всем моем уважении Я лично с ним знаком Так сказать Он по-солдатски Отрепортовал Так сказать Все и выключили Это на самом деле Требует Более Более профессионального Более системного Более так сказать Если хотите Централизованного Координирования А во-вторых Более яркой подачи С точки зрения пиара Вот В противном случае Да Наносится действительно Огромное количество ударов Поражений там И все И все это самое Но в основном Это мы просто Вот воспринимаем на слух Вот сказал Как бы он там Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Хорошо Вот так сказать Да ну Это надо понять Что для Да огромного количества людей Как бы Тем более Особенно молодых Которые вот выросли В этой уже В культуре видео В субкультуре клипов И видеоигр Чаще всего Как бы до этого Не доходит Доходит наоборот Как бы то Что там делают противники Они так сказать Да все это Все это подают Подают с этим С американски С американо-европейским Задором Профессионализмом Да и размахом Хотя там Грубо говоря То что делают они Это вообще не сопоставимо Потому что Я насколько знаю За последние несколько дней В ССУ пытались Два раза контратаковать Оба раза неудачно Ну понятно Что вам это не покажут Ни американцы Ни европейцы Но они берут Такие поводы Которые там Да Имеют Можно раскрутить Как пиар-эффект И раскручивать У нас таких поводов Каждый день десятки Фактически все сводится К текстовым сообщениям Министерства обороны Но этого мало Понимаете что Министерство обороны Этим заниматься не должно Тогда определите тех Кто должно И сделать это Я думаю Сергей Александрович Вы могли очень ярко Представлять такие данные Да запросто Причем даже Со звуковыми эффектами Ну со звуковыми Может быть там Вам бы помогали Картинкой Вообще-то Вот мне Один Мой Хороший Друг Знакомый Приятель Тоже Такие Идеи Уже подал Достаточно давно Например Скажем Известно Что большое количество Вообще людей Молодых Сейчас это воспринимают Многие новости А также мировую историю Через видеоигры Я вообще не сторонник Видеоигр Считаю Тоже наркотической зависимостью И даже знаю Вполне взрослых людей Которые настолько Погрузились в эти видеоигры Что мне кажется Они не только Впали в детство А немножко Себя потеряли Но это уход от реальности Уход от реальности Да конечно Так практикуют Но тем не менее Тем не менее Как бы Я думаю Что даже Нынешние события Можно было бы В том числе Доводить В новых Всяких разных форматах Включая даже Те же самые Те же самые Видеоигры Я например Уверен Что наши противники Это делают И будут делать Так что я думаю Что в принципе Дела идут Что называется Но не хватает Не хватает В значительной степени Не хватает Пиар эффекта Что называется Опять же Все равно Даже все что мы говорим Надо понять Вот я сижу Ля-ля-ля Но это Это грубой текст А сейчас Огромное количество людей Все равно Все это Чисто визуально Воспринимает И это важно И для нас И это важно И для Между прочим Стороны противника Почему Я знаю Например Скажем В принципе Мне понятно Некоторые Некоторые Так сказать Эти самые Вот все Все еще Такие Какие-то Гуманитарного Характера Гуманитарного Характера Так сказать Мотивы Которые Наверное Руководствуются В том числе И наши Военные Но например Я могу сказать Что Вот С тех Пополей боев Практически Мы не показываем Потери Украинской армии Я лично Когда там был Видел Ну это ужасно Но я видел Так сказать Горы трупов Украинских солдат Я лично Их видел У меня фотографии Есть на телефоне И прочее Они бросают И уходят И все Мы вот Я так понимаю Умышленно Этого не показываем Я не уверен Что это правильно Вернее так Знаете Наверное Это плохо Вот это Смаковать Эти вещи нельзя Но у меня Такое впечатление Впечатление Очень серьезное Что до украинской стороны До украинского Обывателя Вообще Не доходит Информации О том Что там Реально происходит Они Как бы Информацию Потери скрывают Недаром Сейчас Должна Министерство обороны Стало выкладывать Документы Которая Там Они Изымают В тех мест Куда заходит Российская армия Или там ДНР ЛНР Вот Как бы Да И там Дают документацию Но даже Эта документация Но она остается На телеграм-канале Министерства обороны Вот в основном Как бы Да Туда она Мне кажется Что она туда доходит С большим трудом Вот Есть конечно вопросы И все равно По узлам И коммуникациям Но нашим военным Нельзя советовать Да Я Все равно До сих пор Не понимаю Почему же Узлы и коммуникации Железнодорожные До сих пор Остаются целыми Мне вот реально Это непонятно Потому что это позволяет Как бы тоже Явно им Какие-то задачи Свои собственные Выполнять Ну да ладно Я думаю Что здесь Есть такая Проблемка Она как бы Существует Ее надо Было бы Решать Тем более Что все Вот уже Замучились Много лет Говорить Что мы живем В информационном мире Мы живем В информационном мире Вот Когда еще был снят Вот этот вот фильм Там про хвост Виляет собакой Когда там Вообще войну Сочинили Как бы на этом самом Войну фактически Сочинили Там это самое В видео В формате Видеоредактора Вот Но тем не менее Есть Есть такая Мне кажется Есть такая Такая Определенная трудность Вот Но однако Вот так А если говорить Об этих самых О Значит Другого плана Ну Я думаю Что самое Интересное Событие Это все-таки Такое вот Как это Неоднозначное Но в общем Вполне понятный Вердикт Еврокомиссии По поводу Оплаты в рублях С одной стороны Как бы Еврокомиссия Сказала что Нет 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 В рублях Вот нельзя Потому что Это нарушение Санкции С другой стороны Ее формулировки Фактически открывают Дорогу Каждой из стран Евросоюза Самой решать Как и что Она будет оплачивать Да Вот И как она будет платить За российский газ То есть там фактически Значит говорится о том Что вот формула При которой как бы Будет платиться в евро Она потом меняться на рубли Она теоретически Приемлема Но это в общем Примерно та форма Которую Россия Как бы и озвучила Но это означает Что Еврокомиссия Сделав несколько Так сказать Реверансов По поводу того Что ни в коем случае Никак нельзя нарушать санкции Фактически Легитимировала Тот факт Символический Да Что да Можно В принципе можно А это означает Что дана Как бы Дан старт Так сказать Тем кто будет Эти варианты Кто будет эти варианты Там тем или иным образом Искать Я думаю там ситуация Будет следующая Фактически Наверное Будет выполняться Та процедура Которую предложила Россия Но внутри Евросоюза Это будет У этих стран Евросоюза Останется возможность Собственным гражданам Говорить что они Не нарушают санкции И своим же То есть Тем тоже Европейским начальникам Хотя Сама по себе Директива Еврокомиссии Она не имеет Там силы Обязательной Но она важна Символически Вот она важна Символически Да Потому что Еще раз говорю Там Если почитать Там понятно Из этого Что они фактически Говорят Странам Европы Они говорят Мы понимаем Там Если так Междустройки читать Мы понимаем Что без российского газа Вам не обойтись Пункт первый Пункт второй Ясно что все равно Мы все должны говорить Что мы соблюдаем санкции Но пункт третий Поэтому вы Уж найдите какое-нибудь решение Чтобы вам и газ получать Но при всем при этом Чтобы мы могли говорить Что мы санкции эти Не нарушаем Вот собственно говоря Если так в двух словах А по сути По сути там Как бы Теоретически Там легитимируется То есть узаконивается Тот самый механизм Который российская сторона И предлагает Вот особые счета На которых Вот значит Ваши евро и доллары Будут конвертироваться Там в рубли Вот там Существуют вопросы Опять же Я там Не являясь там Финансистом Или экономистом Там да Тоже эти вопросы У меня есть Может быть Их кто-то будет там Разъяснять Но в общем и целом Из еврокомиссии Из вот этой Значит Резолюции Еврокомиссии Давайте как-нибудь так сделайте Значит На вашем национальном уровне Чтобы вам и газ получать Ну и с другой стороны Чтобы мы здесь в Евросоюзе Могли бы говорить Что на самом деле Мы санкции не нарушаем И все в порядке То есть У себя они будут отчитываться То сказать по евро А фактически будут платить Платить в рублях Потому что евро будет В них конвертироваться Тут опять же Выгоды нашей стороны Там надо смотреть Но я так понимаю Что придумывается схема Примерно повторяющая Ну то что Во времена Как бы Оны Называлось Реверсными поставками Газа на Украину Когда никаких Реверсных поставок Физически не было Но по бумажкам Они были То есть Что происходило Происходило вот что Там Украина Получала газ Из той самой трубы Вот Но оформлялось Это на бумагах Так как будто бы Этот газ Ушел например Условно там В Чехию Или Словакию А оттуда Его как будто бы Перекачали обратно На Украину И как будто бы Украине продали Вот Хотя никаких там Реверсных этих самых Насосов не было И ничего там Не передавалось Но по бумажкам Получалось так Мне кажется Что Еврокомиссия Значит здесь Чесала репу И решила изобразить Что-нибудь в этом роде То есть давайте так Мы все равно Все будем говорить Что мы как бы Значит санкции Поддерживаем Мы будем говорить Что мы платим Все равно в евро Там или долларах Там кто как Да Вот Ну а там Короче говоря Вы там Сами как-нибудь Найдите решение Главное Чтобы мы могли говорить Да Что это вот так Что это так Ну ладно Что ж Я думаю Что в принципе Это рабочий вариант Для поставок Нашего газа И кстати говоря Тут вот Поступили заявки На поставки газа Из России И о чудо Как бы да Они на 51,7 миллионов тонн Ой Кубометров этих Оказались больше Чем например Так сказать Заявки По предыдущему Кварталу По моему Да Вот так Не нужен Европе Российский газ Вот так Она так сказать Борется И борется С этим российским газом И никак Его значит Не переборет Этот страшный Ужасный Так сказать Гадкий Российский газ Вот И он вот Идет и идет И все его надо И больше и больше И при этом Даже и какие-то Схемы там Так сказать Я думаю Что в итоге В итоге Я видел уже Список стран Как бы да Которые там Ну не афишируя Прорабатывают Российской стороной Возможность Вот оплаты Именно в таком В таком механизме Вот Кстати говоря Там И та же самая Словакия Хотя вот Они официально Говорят что Нет-нет Мы будем Платить в евро Но опять же Посмотрим Как будет развиваться Но даже Западные эксперты Признают Что этот вердикт Еврокомиссии Он в принципе Открывает дорогу Вот для того Чтобы обсуждать Там разного рода Варианты Именно в русле Того механизма Который собственно Россия предлагает Я еще добавлю Что Минфин США Отметил Что эмбарго На нефть и газ Скажутся на экономике России Джанет Елен Это министр финансов Заявила Что нужно быть осторожными Потому что Тут главное Сократить зависимость От российской нефти Газа и угля Но при этом Полный запрет Сильно повысить Мировые цены На нефть И окажет Разрушительное влияние На Европу И другие части мира Поэтому тут Может быть такое Что Полка о двух концах Железная логика Сергей Михеев Сергей Корнеевский В студии Сергей Александрович По поводу выборов Во Франции Макрона избрали Президентом Франции На второй срок Получил он почти 60% голосов Марин Липен Чуть больше 40% В голосовании Что главный Важный момент Не приняли участие Около 28% Избирателей Это своего рода Рекорд Антирекорд Да Которые считают Эти люди считают Что ни за кого Там голосовать нельзя Ни за того Ни за другого Не поддерживают Ни того Ни другого Считайте Треть избирателей Ну да Ну насчет этих выборов Ну во-первых В принципе Мы так и предполагали Вот когда обсуждали Что Макрон Станет президентом Я говорил Что я считаю Что он там Является как бы Кандидатом От глобального Правящего класса Они его и пропихнули Что касается результатов Насколько я понимаю Он набрал 58% А Марин Липен 41 с половиной Там около 58-55 41-45 Да Вот Но Здесь вот какая штука Да он победил Но Понятно что для Макрона Конечно это пик его карьера Второй срок президента Как бы да И в общем Все так сказать Все о чем он мог мечтать Но Я напомню что Например скажем В прошлые На прошлых выборах Марин Липен Не вышла во второй тур А в первую Набрала 21% А сейчас она Вышла во второй тур И набрала 42% То есть на самом деле Марин Липен Улучшила свой результат В два раза Мне кажется что она И во втором туре В прошлых выборах Тоже с Макроном Столкнулась Меланшон был в прошлом Во втором туре В 17-м году 17-й год Ну я Ну давайте На всякий случай Ну давайте да Вот По-моему в 17-м году Был Меланшон Да А это самое Пролетело Ну можете уточнить Я небольшой специалист по Франции Но вот уточните Прямо сейчас В любом случае А Макрон По-моему На прошлый выбор набрал 66 с лишним процентов Ну вот все таки Марин Липен и Эммануэль Макрон Разве? Да Во втором туре? В каком году? В 2017-й Да ну Быть такого не может Значит я что-то перепутал Невероятно Но мне кажется Это не так И сколько же она набрала Вот он сам Сейчас я посмотрю Да 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 Так Так Голосов в втором туре 33,9 у нее было Разве да Да А у Макрона 66,10 То есть у нее чуть уменьшилось А у нее чуть увеличилось Ну В любом случае Значит я так сказать Что-то перепутал В голове Все Всего не упомнишь Ну Меланшон в этом трассе С 17-го года Много прошло Очень Тем не менее Получается Что Марина Липена Улучшила Так сказать Свой этот самый результат А значит этот самый Макрон Так сказать ухудшил Поэтому Липен сказал Что это большая Для них победа Вот А в целом Так сказать Да Для этого самого Для Макрона Для Макрона Как бы да Это Это все-таки Определенное ухудшение Другой вопрос Что Другой вопрос Что так сказать Понятно Что Макрон Для Макрона Как бы выбора Во второй тур Это То есть выбор Второй раз Как бы Но это фактически вот все, это пик его карьеры, победы. Посмотрим, что он будет делать дальше с этими всеми делами, потому что у него в ходе выборов были самые разноречивые заявления. Поглядим, что он будет делать в отношении Европы. Интересно, что его выступление концентрировалось на экологии. Он говорил, что мы станем, как он сказал, мировой экологической державой. Я не очень понял, что он имеет в виду. Видимо, развитие атомной энергетики. Это будет новая эпоха, это не будет продолжение предыдущего срока пятилетнего. Это будет что-то такое невероятное. Но посмотрим. В основном, если честно, все, что он говорит, мне кажется, это такой прогрессивский пиар. А что конкретно он будет делать, не очень понятно. Но в общем и целом, они смогли сделать так, что он победил. Это правда. Хотя вот эти правые настроения... Их уже нельзя игнорировать. Да, их уже практически нельзя игнорировать. Игнорировать нельзя, но тем не менее выйти им не дают. Насколько я понимаю, электорат Липенша все-таки серьезно размыл второй правый кандидат, который, кстати говоря, сейчас, я так слышал, агитирует за это самое создание правого фронта. Липен, как бы, да, сказал, что вот это, типа, наш успех, хотя мы и проиграли. Зимур. Да, Зимур, да, говорит, что нужно к выборам, которые будут через два с половиной, по-моему, месяца в парламент. Вот. Они говорят, что теперь, так сказать, будет борьба за парламентские выборы, да, что надо составить правый фронт. А Меланшон, кстати говоря, говорит, что на самом деле главная битва впереди. У нас есть возможность выиграть выборы в парламент. Вот. И я тогда стану премьер-министром, и это в значительной степени, ну, обнулит успех Макрона. Мы посмотрим, что из этого получится. То есть после вот этих выборов все констатируют, что впереди еще битва за парламент вроде бы как, да. Вот. И Зимур призывает к созданию правого фронта, а Меланшон призывает, так сказать, к тому, так сказать, чтобы проголосовать за социалистов, за левых, как бы, да. И тогда он станет премьер-министром, и тогда, мол, так сказать, этому Макрону мало не покажется. Но вот Меланшон очень хорошие результаты показал. Он пришел третьим в первом туре, с 20 с чем-то процентов голосов. Это говорит, кстати, о том, что очень и левеет электорат. Ну, то есть, короче говоря, часть уходит вправо, часть влево. Ну, то есть вот этих центристов остается очень недостаточно. Ну, да, центристов остается все меньше. И, кстати, я так понимаю, что это одна из тоже проблем, одна из проблем, так сказать, явки на этих выборах. Потому что, действительно, она стала достаточно низкая. Но нам-то, в принципе, это все, так сказать, до лампочки, в определенном смысле, да, так просто поговорить. Потому что ожидать того, что Марин Ле Пен победит, мне кажется, оснований не было. Они просто не дадут ей победить. Вот им даже, в принципе, какой-нибудь Меланшон ближе, чем Марин Ле Пен, вот, потому что Марин Ле Пен – это что-то вроде Трампа в Америке, да. Вот хотя, да, Трамп победил, но тем не менее, да, его там просто с этим самым, с грязью смешали. Марин Ле Пен, если она дорвется, как бы, она обещала, во-первых, а, требовать реформы Европейского Союза. Во-вторых, она обещала, б, там, выйти из военной структуры НАТО, из командования НАТО. Вот, в, как бы, да, она обещала жесткую миграционную политику. И все, что с этим связано, да. То есть, это настолько поперек всего европейского, там, вот этого евроатлантического тренда, что они просто не могли дать, значит, победить. Что касается Меланшона и Левых, Левые в этом смысле даже лучше вписываются во всю эту картину, да, чем Ле Пен. Потому что, в общем-то, Левые, там, они поддерживают миграционную политику европейскую, они поддерживают, на самом деле, как бы, да, вот эту вот ситуацию вот этих вот, ну, как бы, отсутствия границ в Европе. Они, в принципе, ничего против не имеют, там, всех этих, всей этой евробюрократии. Вот, потому что эта евробюрократия тоже в значительной степени левацкая. Кстати говоря, вот, тоже все вот эти европейские типы ценности, это, в общем-то, развитие левацких идей в значительной степени, да. Вот, вся эта толерантность бессмысленная, так сказать, бесконечная, да, это, в общем, развитие левацких идей, и в этом смысле как раз, хотя, как бы, электорат Меланшона, избиратель Меланшона, он, в принципе, противоположен избирателю Лепена, но, например, к Макрону они ближе. Недаром Меланшон, он призывал во втором туре за Макрона голосовать. По сути, Меланшон сейчас говорит, вот я стану премьер-министром, давайте проголосовать за парламент, но, на самом деле, он помог Макрону избраться. Там, между левыми и правящим классом, на самом деле, есть такое взаимопонимание. У нас, кстати, тоже, вы знаете, еще в советское время есть какая-то такая, какая-то такая, так сказать, ностальгия по разным названиям, там, типа, социалисты, там, и все, что с этим связано, там, да, вот, какие-то там левые и прочее, прочее. Левые в Европе, это люди, которые в основном, как бы, да, ну, по крайней мере, официальные левые, давно уже сомкнулись с условным европейским правящим классом. Они интегрированы в евробюрократию, они, на самом деле, как бы, очень серьезное влияние имеют в США, и, фактически, это, на самом деле, является развитием левой идеи, да, на ее нынешнем этапе, вот, в Европе, Европе и Америке. Это вот, а мы все по советской памяти, там, о, этот Меланшон, социалист, ну, наверное, как бы, да, нам это будет ближе, сейчас вам будет ближе. Вот, например, Шольц стал этим самым канцлером Германии, он социал-демократ. Я напомню, что, например, партия большевиков в свое время называлась Российская социал-демократическая рабочая партия. Вот есть ли что-нибудь между Шольцем, так сказать, да, и теми самыми социал-демократами? Ну, что-то общее есть, да, на самом деле, но совершенно точно, совершенно точно, как бы, это общее не является симпатия к России, это однозначно. И в этом смысле с правыми, то парадоксально, но с правыми, так сказать, легче договориться. Хотя, с другой стороны, вот, например, скажем, с ультраправыми на Украине, по большому счету, сейчас и идет вот это все, так сказать, все эти боевые действия. Вот, но это, как ни странно, разные люди. То есть, я к тому, что вся вот эта вот градация, которая существует, там, левый, правый, центр, она в значительной степени, конечно, я много раз об этом говорил, она устарела. Вот, и это отражает и вот эти выборы. Меланшон, который должен был, по идее, быть против правящего класса, взял и призвал поддержать правящий класс. Фактически, вот, лидер социалистов сказал, давайте поддержим правящий класс на выборах, это самое, на выборах президента. Ну, и что, что Макрон является этим самым кандидатом от Ротшильдов? Подумаешь, какая разница? Казалось бы, где социалисты и где крупный банковский капитал Ротшильда? Маркса, чтобы почитали бы, на досуге хотя бы, да? Вот, в конце концов, называют же себя социалистами. Но, тем не менее, как бы, да, они призвали поддержать Макрона. Я думаю, что это могло серьезно ему помочь, между прочим, в ходе вот этих выборов. Пару слов еще из того, что сказал своим сторонникам Макрон после победы. Он, кстати, очень красивое место выбрал в этот раз напротив Эфелевой башни. Ну, это вот триумф, несомненно, да. Выглядело отлично, да. Заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим для Франции. Пообещал бороться за социальную справедливость и гендерное равенство. То, что вы сказали, экологическую державу будет из Франции делать великую. И, по словам Макрона, на фоне вот этой ситуации на Украине, Франция должна показать ясность своей позиции, стать сильной во всех областях. Сейчас небольшая пауза у нас. Вести ФМ. Ну, впрочем, вот эту вот фразу по Украине, Франция должна показать ясность своей позиции, стать сильной во всех областях, можно трактовать как угодно. Конечно, как и в любая фраза должна быть так трактоваться. Абсолютно как угодно. Можно ее наполнить любым содержанием. Да, Франция должна быть сильной, да, она ясность своей позиции. Ну и что? Ну, посмотрим, что он будет делать. Ну, с другой стороны, да, сейчас он, может быть, меньше уже будет вот как-то связан предстоящими выборами. Значит, может быть, будет более откровенен. Посмотрим. Хотя, опять же, ничего, так сказать, ничего хорошего от кандидата от Ротшильдов, я думаю, что отжидать нам бессмысленно. Вот, но у Франции может быть особая позиция и по Украине, и по всем официальным делам, в зависимости от развития ситуации. Вот тут, например, значит, австрийский министр иностранных дел заявил, что полноценная интеграция Украины в НАТО, не в НАТО, а в Евросоюз, там про НАТО речи не идет, про Евросоюз была бы нежелательна. Это на фоне того, что Украина несколько дней назад там подала официальную заявку, заполнила таки анкету, как бы, да, это ей далось не просто, она ее заполнила, подала вот это вот в Евросоюз, да. Вот, Австрия сказала, что, наверное, это было бы плохо. Ну, и вообще там, как бы, я думаю, что тех, кто не хотел бы брать на себя Украину, потому что это дичайшая абуза с ее огромным количеством, так сказать, проблем, долгов, в каком бы, еще неизвестно, в какой конфигурации она сохранится, вот, я думаю, что для них это просто не это самое, не очень интересно, да. Плюс ко всему, так сказать, как ни странно, вот французам были бы выгодны очень высокие цены на нефть и газ, вот, с их атомной энергетикой. Вот, если они собираются там продавать электричество и замещать, замещать все это своим электричеством, им чем выше там цены на нефть и газ, тем, так сказать, им выгоднее. Поэтому там могут быть нюансы, но в целом, в целом, да, я думаю, что Макрон остался тем, кем он и был. Вот, как некоторые французы говорят, Франция для него игрушка, и он до сих пор, так сказать, в нее играет. Вот, то есть не очень понятно, не очень понятно вообще, где его, где, так сказать, его истинная позиция, а где просто некий пиар. Но в любом случае он победил, как бы отрицать это невозможно, да, и, в общем, с достаточно уверенным результатом. Да, этот результат похуже, чем он был на тех выборах, там тогда было 66%, но это очень уверенный результат, да. Дальше будем иметь дело с Макроном по-любому в отношении с Францией. Тут еще в пользу большого политического будущего Липен говорит то, что у Макрона это заключительный срок, а она все больше и больше набирает голоса на самом деле. И вполне возможно, что на следующих президентских выборах, если все будет хорошо. Ну, по идее, да, по идее, да, потому что, если честно, вот вся вот это вот его, вот то, что даже то, что вы сказали, ну, во-первых, да, во-первых, он уходит в любом случае, а во-вторых, не очень вообще понятно, есть ли какие-то перспективы для больших побед у Франции. Потому что, если честно, вот каких-то серьезных побед за вот предыдущие пять лет, их не было. Кто-нибудь может назвать, какие, собственно говоря, супер-успехи были у Франции? Кто-нибудь такие грандиозные, какие-нибудь такие вот, ну, что-нибудь такое вот серьезное? Ну, если так вот детально смотреть, там довольно-таки хорошо стало с экономикой, говорят, выросло количество рабочих мест. Ну, прямо так вот выросло так, что прямо вот грандиозно выросло. Ну, нет, не грандиозно, но просто ему ставят в как успех, говорят, что он наладил экономику. В ходе избирательной кампании, да. Но я думаю, что, кстати говоря, тут такая штука. Вот мы все Марин Липен, Марин Липен и все такое прочее. Я думаю, что один из успехов, конечно, Макрона в том, что Марин Липен является его спарринг-партнером. Потому что, конечно, у нее, как у наследницы ультраправой партии, что бы она там ни делала, все равно остается вот этот вот ультраправый имидж, который был у ее отца. Вот. И учитывая очень большой процент, все возрастающий процент цветного населения Франции, для нее, конечно, это проблема. Я думаю, что, в принципе, Макрон на самом деле очень доволен, что именно Марин Липен является спарринг-партнером. Потому что это удобно. Вот для Макрона, как бы, да, это удобно в условиях Франции. Как раз вот такой человек, как она, это удобно. Она, как бы, все равно несет на себе, вот еще раз говорю, вот этот весь негатив, который связан был с ультраправым имиджем ее отца. Вот. Она несет на себе, так сказать, вот этот вот клеймо ультраправые там националисты или там чуть ли не неонацисты там. И с этим легко работать. Вот. С этим, как бы, работать гораздо легче, чем с любыми другими, как бы, на самом деле, этими самыми противниками, да. Вот. И в этом смысле, в этом смысле, как бы, с одной стороны, вроде бы, результаты Липена растут, но, на самом деле, чтобы переломить эту парадигму, понадобится довольно много усилий. Опять же, видите, вот, еще раз говорю, появился вот этот вот Зимур. Этот Зимур, это совершенно очевидно торпеда, вот, которая, как бы, доторпедирует. Я думаю, что это, в общем, политтехнологический проект, на самом деле, да, который занимает еще более правые позиции, чем Липен, и фактически, фактически он отобрал у нее голоса. И я так и не понял еще, призвал он голосовать за нее в втором туре или не призвал. Я, например, вот, четко не слышал. Ну, это мы просто не знаем. Я не могу сейчас вспомнить. Да, еще, может быть, даже и не призвал, вот, может быть, просто промолчал. Вот. А теперь, как бы, он пытается выступать лидером с точки зрения предстоящих парламентских выборов и говорит, теперь нам нужен, теперь нам нужна, типа, правая, так сказать, коалиция. А кто будет во главе этой коалиции? Вот вопрос. Вот. Поэтому, мне кажется, там тоже ведется такая довольно хитрая политтехнологическая игра, когда Макрону подставляют как раз ультра, так сказать, радикальные позиции, против которых всегда легче выступать, потому что все равно основная масса населения всегда настроена так немножко, так сказать, центрично. Она всегда, так сказать, боится, боится, как бы, да, каких-то слишком левых или слишком правых, так сказать, или каких-то радикальных движений. Ну, это понятная позиция обывателя. Обывателю всегда лучше держаться за то, что есть, потому что то, что может быть, еще неизвестно, каким оно будет. Вот то, что есть, оно уже есть сейчас, а то, что будет, еще неизвестно как. Вот. Ну, и плюс, да, вот все, что касается вот этой повестки, экология, толерантность, трансгендеры, все эти всевозможные, там, это гендерное равенство и так далее. Ну, это вообще чистое бла-бла, потому что, на самом деле, как бы, это, в общем, вот эти вещи, которые из области иллюзии, по большому счету, да. Вот. Ну, вот такие дела. Будет ли у них какое-то там, условно говоря, там, будущее на следующих выборах? Это интересный вопрос, потому что, я думаю, что феномен Макрона уже не повторится. Вот как он стал таким, так сказать, да, этим удачливым мальчиком, так сказать, да, это вот сработало, но я думаю, что это уже, вот второго, еще второго такого найти будет довольно сложно, а при этом, действительно, и Ле Пен, и все остальные поддавливают, 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 вот. Ну, посмотрим, что будет там. Это же, это еще будет очень не скоро. Вот ближайшие парламентские выборы, действительно, могут немножко вот эту смазать, Макроновскую победу, вот, потому что все остальные сейчас вот как раз, то есть президентские выборы закончили, сейчас началась избирательная кампания, избирательная кампания в парламент. И все те, кто проиграл на президентских выборах, и Ле Пен, и этот вот Зимур, и этот Меланшон, все они, как бы, да, вот, роют копытом, но я не исключаю, что с ними может случиться та же история, что и на президентских выборах. Все они роют копытом, как бы, да, и получается, что они все против Макрона, и, значит, они делят антимакроновского, так сказать, антимакроновского избирателя, а Макрон, наоборот, может консолидировать своего избирателя. Он, да, он так и сказал, что я президент всех французов. Да, и сейчас он будет их консолидировать и говорить, что вот, например, смотрите, как бы, да, и с той стороны, и с этой стороны, вот, нападают на меня, вот, и поэтому наша цель сейчас подтвердить нашу победу на президентских выборах. Вот, я думаю, там, примерно вот в этом, так сказать, ключе все это и будет развиваться. И еще интересный момент, как иллюстрация, после объявления результатов во многих французских городах прошли акции протеста, известно о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией в Рене, Леоне, Тулузе и Марселе. Среди манифестантов были, конечно же, участники в желтых жилетах. Ну, естественно, да, кстати, с желтыми жилетами, вот, видите, в итоге они портили-портили, как бы, ему ситуацию, но они ее подпортили все равно в определенном смысле, но так, в итоге, переломить-то не смогли, и, в общем, они затерли все эти желтые жилеты, кстати говоря, вот уж точно было. Гражданское общество выступало, ну, вот, цивилизованная Франция потихоньку, так сказать, их забила дубинками, затравилась лизоточивым газом, так сказать, затоптала, загонала куда-то, заможай, и, собственно говоря, смогла, как бы, да, их, в общем, фактически нейтрализовать, эти желтые жилеты. Ну, да, там целый ряд выступлений есть, но это уже, как бы, такое просто, что называется, звуковое сопровождение, послесловие, которое к результатам выборов уже отношения не имеет. Посмотрим, скажется ли это хоть как-нибудь на выборах, это самое, в парламент. Ну, и надо отметить, что количество людей, которые считают, что кто угодно пусть приходит, но только не Липен, значительно уменьшилось, вот, это сейчас все наблюдают. Ну, и теперь ждут, как вы тоже отметили, парламентских выборов. Там тоже непросто предсказать почему-то расклад, учитывая то, что президентские, они довольно точно все предсказали. Ну, в любом случае, будем смотреть, что там получится дальше.